всем привет вы на канале 7 девушка и так сегодня я хочу вам показать как я вяжу воротник для тех кто не знаком с такой техникой вязания просто посмотрите может быть вам понравится и вы захотите тоже научиться этой технике вязания посмотрите насколько красиво получается у меня вот такой воротник я взяла пряжу световым переходом белый голубой нежно-сиреневый цвет вот такая пряжа хлопок хорошо скрученная она достаточно толстая я специально взяла толстую пряжу чтобы у меня кружево получалось такими большими элементами достаточно крупное получается кольцо достаточно большая дуга я боялась что это будет грубо смотреться но на самом деле смотрится очень красиво и так вот я остановилась на этом месте и у меня сейчас по моей схеме должна быть дуга то есть я должна провязать сейчас дугу я взяла схему вот эту нашла ее на просторах интернета на самом деле при первом взгляде на схему нельзя сказать какой получится у нас воротник я бы не сказала что он получится достаточно красивым и провязав вот эти два ряда которые в серединке тоже невозможно было сказать что же получится в итоге но когда я стала делать обвязку я сейчас делаю обвязку с внутреннего края и уже буду переходить к обвязке внешнего края когда я стала делать обвязку воротник стал приобретать законченные черты и вы знаете он мне просто несказанно понравился наверняка я свяжу по этой схеме еще несколько воротничку и так сейчас у меня должна быть дуга по схеме предыдущим я связала кольцо сейчас я его еще немножечко затяну такое колечко и так еще раз напомню вам что это видео я снимаю для того чтобы вы просто посмотрели как выглядит вязание техники фриволете как я вижу с какой скоростью может быть другие вязальщи с другой скоростью но я вот так вот вижу у меня вот так получается я так привыкла и так эту технику я знаю давно уже больше 20 лет не вчера я научилась вязать и так сейчас я буду провязывать дугу когда я вижу то обычно считаю количество провязанных узлов это очень важно потому что если я свяжу неправильно мне придется не то что вот с большим трудом распускать потому что это распускается с большим трудом узлы достаточно плотные но иной раз приходится даже просто обрезать кружево то есть распустить его как например кружева связанная крючком невозможно и так сейчас будут большие паузы потому что я считаю количество петель сейчас я делаю соединительное пико дальше опять провязываю узлы снова делаю соединительное пико дальше тоже буду провязывать узлы так вот я связала дугу вот она у меня получилась такая далее мне нужно будет связать сейчас я посмотрю достаточно ли дуги для того чтобы кружева ровно легло вообще должно быть конечно достаточно ну думаю да будет достаточно сейчас собственно вяжу симметрично уже предыдущий могут элементу так сейчас я провязываю кольцо и буду соединять его элементом предыдущего ряда так вот теперь я взяла один челнок и вижу кольцо если кто-то захочет научиться техники фриволете то на моем канале скоро появится рубрика уроки фриволете приходите смотрите я постараюсь достаточно подробно рассказать об этой техники научить вас 3 4 5 6 7 вот 7 так иногда нитка закручивается приходится вот так раскручивать это нормально так сейчас я буду соединять кольцо с элементом предыдущего ряда причем соединяться он будет в основании кольца то есть не в соединительное пико а в основании и так дальше провязываю оставшиеся узлы и завершаю кольцо так еще раз раскручиваю нить так раз два три четыре пять углов я провязала еще два и так вот такими образом я набрала все узлы для того чтобы сделать кольцо и сейчас буду затягивать эти узлы в кольцо затягиваем аккуратно чтобы ничего не путалось здесь расправляем ниточки расправляем кольцо и так вот кольцо готово вот таким образом сейчас на ваших глазах я связала вот эту дугу с вот это кольцо дальше я буду уже переходить к обвязки к внешней обвязки затем когда воротник полностью будет готов я его аккуратно разложу расправлю все пико все декоративные пико возможно даже немножечко под крахмали но совсем чуть-чуть потому что само кружево уже достаточно плотное и так вот такая красота получается этот воротник очень красиво будет смотреться на новогоднем платье не только вот на таком черном фоне но на бордовом фоне ну на любом я бы даже сказала фоне будет красиво смотреться этот воротник у меня сегодня предновогоднее настроение всех поздравляю с наступающим новым годом желаю хорошего настроения вдохновения для ваших новых творческих работ и может быть в новом году вы освоите новые техники рукоделия это будет здорово спасибо вам за внимание приходите на мой канал следите за новыми видео всего доброго пока 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 нас покор это пока Продолжение следует...